Всем привет, ребята! Сегодня, как видите, очередные вопросы, ответы, лайфхаки, советы. Каждый раз так говорю, как будто они читать не умеют. Вы, конечно же, прочли название видео, вы, конечно же, поняли, о чем сегодня будет речь. Но многие пропускают, и те, кто пропускал, обязательно смотрите предыдущее видео. Если вы хотите быть в теме и не переспрашивать миллион раз, искать где-то бегать по форуму, как у вас чуть-чуть не работает. Итак, сегодня я могу вас побаловать сразу несколькими вещами, как обычно. И первое, с чего начнем, это повторение мальчичей. Есть у вас какое-то расширение, которое я рекомендую. Это первое, о чем мы говорим. Какое-то расширение что-то там не делает, не ставит. Любое, которое я рекомендую, или сами что-то там экспериментируете. Или там какой-то, не знаю, X-Formers, или там Extra, или Bleep for Caption, или, я не знаю, Interagate Clip. Нажимаете, типа, хочу, я нажимаю, у меня ничего не работает, я перезапускал. Вы не дождались, ребят, окончание загрузки. Самая классическая ошибка у людей, которую я каждый день вижу. Везде люди говорят, потому что вы не дождались окончания загрузки. Если мы сейчас запустим Stable Diffusion, сейчас запущу, потому что у меня старая вкладка открыта, то я увижу, как у меня в консоли происходят все события. Генерация изображения, загрузка моделей, каких-то PyTorch. Это, собственно, мозг от того, как нейросеть работает, движок, на котором это все работает и так далее. Я постоянно вижу, как что происходит у меня в этой самой консоли. Здесь я вижу так называемые логи, то есть отчет о его работе, о том, что он загружает модель, что-то применяет или какая-то там ошибка. Все это здесь написано. Если не торопиться, не паниковать, все это можно даже прочитать и спокойно перевести. Я про это говорил, есть переводчик. Если уж совсем все плохо, отправляемся в Discord, задаем вопрос там, если нет ответа готового. В основном люди забывают то, что у них какая-то модель в данный момент подгружается. Точно так же, как модели у Control Net и другие. То есть что-то где-то вы не дождались, и у вас лежит потом поломанная модель, и вы потом как ошпарили начинаете, не знаю, что делать, удалять. В итоге проще все вообще нафиг снести и по-новому поставить. Поэтому, ребята, просто если у вас какая-то функция перестала работать, просто разверните консоль и убедитесь очередной раз, что у вас точно сейчас ничего не загружается. Потому что, может быть, он какую-то модель обновляет, качает. Вот и все. Вторая вещь, о которой я хочу сегодня рассказать, это определение того, как мы должны воспринимать такие базовые вещи. Для многих сейчас вот скажу, но приходится для некоторых, видимо, говорить. Что такое Safe for Work и что такое Not Safe for Work? Аббревиатуру пишется очень просто. Safe for Work, такие вот три буквы. А есть аббревиатура Not Safe for Work. Not Safe for Work по-английски будет означать очень простую вещь. Можете википедию прочитать. Я вам сейчас скажу не просто свое представление понимания или короткую шпаргалку понимание, а прям действительно придется расшифровать, потому что у людей с этим проблем я это понял за последние две недели. Итак, Safe for Work, ребята, это изображение или какой-то контент или музыка, которая не включает в себя ни мат, ни эротику, ни обнаженку, ни какую-то вообще мокруху. То есть все в рамках приличия. Чтобы вам было понятно, к чему стоит относить Not Safe for Work, такие вещи, которые вы не хотели бы, чтобы начальник это видел или думал, типа, «Ты чем-то ты занимаешься, а, Алеша? Ну-ка, объясни, что тут тебе на экране?» Чтобы в такие ситуации не попадать, понятно, что вы не смотрите на работу, такие вещи, да, если вы где-то там на работе работаете. И тоже точно так же в Дискорде. То есть у нас возникают, так скажем, дилеммы, проблемы, где люди выкладывают прямо в группу, и потом начинается даже чуть ли не спор. Один у меня так улетел в банк, кстати, первый, единственный человек, который до этого доигрался, но тем не менее я решил снять видео. Смотрите, ребят, как правильно ответить себе на вопрос, чтобы не попасть в банк под блокировку, чтобы вас там ни модератор, ни админ, никто не бахнул, потому что есть люди еще, которые вообще припираются, кстати, это. Если вам, вот, кстати, можете запомнить очень простую вещь. Вот мы в Дискорде каждый день общаемся, вот сегодня, вчера общались, позавчера, каждый день обсуждаем это, люди все прекрасно понимают, если я вот говорю, типа, это административное уведомление, и все. Не спорь никогда с админом, с модератором. Если тебе, когда мы сидим просто, да, там, бро-бро, там все, там, у всех равны голоса, там я ничем не громче других, все отлично общаемся, но если наступает какая-то тема именно административная, то я уже сразу говорю, нет, ребят, так не пойдет, стоп. Если вы говорите сейчас о каком-то софте, откуда скачать, только не на моем сервере. На моем сервере допустимо вслух произносить или писать текстом только две ссылки, на которые вы можете кому-то рекомендовать, откуда-то скачать софт. Я трясусь над качеством репутации, поэтому и тех людей, которые я рекомендую, и своей собственной чистоты в сервере и так далее. То есть мне все доверяют. Они знают, что я им говорю, есть два ресурса, Repack.me, на сегодняшний день вы можете посмотреть в видео, да, и Anonymic Lab.to, то есть я людей знаю лично, с которыми я общаюсь, те, кто там модерируют и админируют, то есть лично. И поэтому понятно, да, если кто-то выкладывает какой-то недоверенный, непонятный сайт, откуда какая-то шушера и исполнение файла скачивается, только на моем сервере, за это можно схлопотать. Вот, поэтому здесь точно так же, как и в случае над SafeWork, мы обсуждали, но человек, видимо, не понял, что ему говорят. То, что, друг, тебе говорят, что данное изображение относится к над SafeWork. Смотрите, какая была интересная ситуация. Вот мы смотрим на это изображение и думаем, вот оно может, в принципе, где-то на экране какого-то работника всплыть или нет. Давайте зададим себе вопрос. Вот все же имеют свои какие-то рамки, приличия и так далее, да, но в то же время законы пишутся для всех одинаковые. Так как же вот поступать в таких ситуациях? У меня для вас здесь, ребята, очень простой лайфхак. Если вы смотрите на изображение, вот казалось, нижнее белье довольно эротично, а может, не эротично, я вот могу не увидеть эротика, а кто-то может быть видеть. Я вам сейчас отвечу на этот вопрос, очень просто. Можем ли мы увидеть эту девушку, изображение этой девушки в этом белье, например, в дневное время или там прайм-тайм по телевидению в какой-нибудь рекламе? Могу ли я в машине ехать и на билборде увидеть это изображение? А может быть, я могу увидеть это на Бродвее на огромном ЖК-экране? Понимаете? То есть я вот такие изображения могу увидеть, это я тоже могу увидеть, это изображение тоже могу увидеть, и это в рамках приличной здесь точно так же. Понимаете? То есть я отвечаю на вопрос как бы сам себе, и точно так же вы можете ответить на вопрос. Перед тем, как кинуть какую-то тянку и потом припираться с админом или модератором, обижаться, потом мне жаловать, типа, «У нее там не видно было сосков, и там лобок вообще там еле выглядывает, там может подумать, что это вообще нога и там вообще халатик». Вот эти сопли детские, нахуй прям бан. Любой адекватный человек, то, что я сейчас сказал, он понял с первого раза. Любой адекватный человек определит над Safe for Work, от Safe for Work. Более того, после того, как я дал эту шпаргалку только что для вас, да, то есть человек должен понимать очень базовую простую вещь. Еще раз, такую вещь мы можем увидеть в фронтайне, ну или там, не знаю, в детской передаче, там в промежутке, там, не знаю, какой-то, это как это, «Спокойной ночи, малыши», или там наоборот, «Доброе утро», там, не знаю, «Страна», как передача, я не знаю, «Телевизор» или «Страна», просто как бы представьте себе, да, там реклама там между какой-то этой. То есть такое может быть или нет, поэтому тут вот дерзить не стоит. Чем это чревато? На каждом канале есть допустимая настройка, где я указываю 18+, чтобы вы понимали. А то я чувствую, что сейчас будут специалисты в комментариях, которые мне будут учить настраивать сервер. Так вот, 18+, стоит, и если бот Дискорда пропускает, вы вроде думаете, да, типа, бот же пропустил, и начинает, вот мне человек, которого я отправил в бан, он мне начинает перепираться то, что, типа, ну, бот же ничего не увидел, типа, я кинул до этого, у меня не получилось, потом кидаю, и вот одна у меня пролетела. Так вот именно, не надо испытывать нервы модераторов, которые тебя потом забанят, или я, или админ, или еще кто-то, да, то есть кто-то старший на сервере. Вот, и точно так же не надо испытывать на прочность мозги бота, который определяет, обнажен он это бросаешь или нет. Почему? Потому что это чревато тем, что на сервере могут повесить 18+. И что вы думаете, ребят, сейчас на моем сервере висит полностью 18+. То есть многие люди с macOS, вот из-за одного вот говнюка, который долго спорил и бросал вот это говно, сервер Дискорд видит, что постоянно потоком пытаются пробить, вот как вот Миджорни, вы пытаетесь там затролить его, да, за это потом наказывают сам Миджорни, а не вас. Вам на вас-то наплевать. Но сервер страдает вот из-за таких вот, в кавычках, хумников. Поэтому, чтобы сервер работал для вас, на вас, и все было по фэн-шу и в шоколаде, просто будьте адекватными людьми. Поэтому, если у вас какой-то возникает вопрос, вы смотрите на свою девочку, да, какую-то там сделали, думайте, ну вот фиг его знает, она вот выглядит вдухабельно, но я не хочу это подать. Я хочу подать именно откровенность или там, не знаю, что-то такое, что не должно вызывать обязательно возбуждение или вожделение. Нет, просто я хочу подать красивый арт, красивую натуру, вот и все. Но если у вас есть сомнения, бросайте свой арт в раздел над Safe for Work. Вот я вам сейчас показываю здесь, скроллют, сюда я, понятно, сейчас кликнуть не могу, потому что если я сейчас сюда кликну, там будет точно то, что над Safe for Work. Я, как вы понимаете, YouTube это YouTube, и я сюда сейчас не могу нажать и показать вам. Но вы догадываетесь, что здесь происходит. И там, пожалуйста. Поэтому любая спорная у вас в мозгах ситуация, она у вас адресует сюда. Все, ребята, очень просто. Поэтому с этой темой, я надеюсь, понятно. Если у вас какой-то все равно будет спорный вопрос, читайте вопросы-ответы или задавайте в чате. То есть, если вы сомневаетесь, лучше бросите в над Safe for Work. Вас за это не накажут. Если вы туда бросите, ваше сообщение просто удалят и скажут, что, слушай, ну ты выложил просто в купальнике девушку, вот ты можешь спокойно этот выгладывать туда. Вот если ты там начинаешь позировать то-то-то, ну, в общем, добрые люди, умные, нормальные, у нас охеренность. Сообщество разрастается еще больше. Мы всем помогаем и общаемся постоянно, особенно здесь в Голосе. То есть, всем подскажем. Это лучше, чем спорить с админом. Это самое поразительное, когда тебе админ говорит административное замечание. Админ. Вот, ты разделяй, где там хэчтур, чувака, бро, и все дела, друг, да? И мы просто там сидим как в одинаково разгаре. И где я говорю, тихо, ребята, вот сейчас вот послушайте, сейчас говорит админ. И админ вам говорит, вот тут вот остановитесь, я вам еще раз. Как оно должно пониматься? Если не хотите так, как я говорю, то пойти в Википедию, и я тогда вообще даже разговаривать не буду, просто буду в бан отправить по правилу. Хотите либо по-хорошему, либо по правилу. То есть, тут как бы простой вопрос. Те, кто большинство сейчас меня служит, они, наверное, понимают, что для них это и так все понятно. То есть, ясное дело, если ты делаешь какой-нибудь инкрустированный рубинами череп, то это просто красиво. А если с него там кровище и все остальное, скорее всего, это будет над Safe for Work. Но опять же, не все люди адекватны, не все могут это понимать, поэтому я прошу и призываю, взываю к объективности, к адекватности, чтобы люди выкладывали все-таки в соответствующих. Еще раз, если у вас сомнения, бросьте свое изображение в над Safe for Work. И тогда проблем не будет, вы не промахнетесь, поверьте. У вас меньше шансов промахнуться, если вы туда все будете бросать. Поэтому переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос, который постоянно у меня возникает, это почему, вот именно переходим к следующему вопросу, почему люди так вот принципиально упираются рогом и используют Restore Face. Посмотрите, какой интересный арт. Им я здесь убрал, можете найти на цвета, и прямо сейчас это есть, открыто человек выложил. Две классные работы, изображения, классные арты, в которых очень хорошо детализировано, интересно, сделано что-то золотом, что-то строном, интересный цвет покрывал или что-то. Здесь, в общем, есть к чему глазу зацепиться, очень классно. Но он испортил собственный арт, когда наклеил, как видите, изображение заблюренных глаз, статичное обычное лицо. Что чилл-аут, что реалистик-вижн, что какой-нибудь там, не знаю, любая модель, кроме аниме, любая, короче, человекоподобная модель, как и Deliberate, любая, 1.5. Если на нее применить Restore Face галочку, самая такая, которую, ребята, не нажимаете, нет ни одной причины ее использовать вообще никогда. Вы просто портите свой арт. То есть человек сделал очень классную работу, но потом сам же ее испортил. Есть люди, которые это не отличают, я про это говорил, но еще раз напомню, поверьте таким людям, как я, которые вам точно говорят, что мы видим одно и то же лицо, мы узнаем эти глаза. Не важно, вы знаете, что вы можете добиться вот этих Restore Face? Есть одно очень хорошее применение. Когда вы включаете Restore Face, вы только что замаскировали, я сейчас не могу понять, на какую модель вы сделали. Вот мой глаз-алмаз сейчас не может определить, это Deliberate или какая-то другая модель. Я не смогу угадать. Почему? Потому что тут лицо, которое сидит, Codeformer стандартный, он не привязан к модели. Это делает нейросеть Codeformer, отдельно нейросеть. Поэтому, ребята, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, конечно, задавайте. Но если вы не верите, вот как знаете, вот дальтоники, они тоже сразу, да, вот понимаете, ну как это вы видите в цвете, то что там с детства растут и не понимают. И потом начинают интересовать эту тему, потом очки подбирают, там все какие-то исследования смотрят. Вот, они как бы, ну, своим глазам ты веришь больше, правильно, чем каким-то чужим там мнением или еще каким-то злым языкам, да. Но здесь, ребята, я вам откровенно, искренне, подружески советую не используют Restore Face, просто потому, что вы портите свою картинку, она имеет заблюренное лицо и глаза одного всегда и того же человека, одно лицо. Вот на этой фотографии кто-то может сказать, типа, ну, это же подожди, это разные девушки, да. Если вы сейчас видите разных двух девушек, и у меня для вас плохие новости. Ой, это одна и та же девушка. И таких можно тысяча прокрутить и увидеть, что это одни и те же глаза, где один глаз имеет еще и дефект. Всегда. Да, именно так работает CodeForm, ребята. Поэтому на сегодняшний день мы уже крутые, ребята. Мы достаточно крутые, сильные. Мозги прокачаны, чтобы вообще не использовать это. У нас есть очень крутые вещи, как InPaint, маск, так что накажу. Я просто накажу. Поэтому мы переходим к следующей теме. Это Majorney. Majorney, как лайфхак, как и когда-то я показывал и рассказывал, как можно спокойно, бесконечно переходить по ссылочке через Invite Majorney официальный и все это прокручивать бесконечно под инкогнито. Сегодня, как вы знаете, это прикрыто, но есть. Очень интересный тоже один обходной лайфхак, который пока работает. И вот я смотрю, уже больше недель работает. Я сейчас с ним вам делюсь, чтобы я уже сейчас чувствую, что всегда боюсь дать какую-то информацию, которая потеряет актуальность. Сегодня она все-таки актуальна. Смотрю, это не прикрыто и все окей работает. Смотрите, ребята. Вы переходите по ссылке, которая под этим видео, Majorney. То есть вам нужен бесконечно Majorney. Но переходите в приватные вкладки. Send Browser позволяет правой кнопкой, например, здесь нажать и новую автономную вкладку. Я недавно, кстати, недавно мы вчера и позавчера это обсуждали, или я просто у себя настроил. Так что я колесом нажимаю, у меня создается приватная вкладка. Нажимаю правую кнопку сюда, у меня из буфера сразу переходит в этот ссыл, который вы видите под видео. Смотрите, я нажимаю принять соглашение и попадаю на это. Я сейчас, как видите, не под свою учетку захожу, вообще под левой. То есть это как приватный жим окно Инкогнито. И вот, как видите, я вот здесь заходил уже под именем Как Обычно, и он меня помнит. Все, что вы здесь увидите, вот видите, я вбил Terrifying Clown, и все работает прекрасно. Сейчас вот вбил, например, Imagine, например, как у нас Миджорни работает, просто пишем Imagine и сценарий. Допустим, Acute, например, Паппи, какой-нибудь приятный щеночек какой-нибудь, пусть мне покажет. И все, как видите, Waiting for Start. И так будет работать на этой сессии у вас 25 раз. Потом закрываете эту приватную вкладку или режим Инкогнито и опять прокручиваете без конечной. Так что, ребята, радуйтесь. Ссылка под этим видео. Вот вы увидите, Миджорни, двуточие, и дальше идет вот эта ссылка. По ней надо переходить не со своего аккаунта, ни в коем случае не с его. Именно еще раз, в Инкогнито, в приватном режиме. И он у вас будет генерировать вот этих вот несчастных щеночков, которые заперли в модели Миджорни. Следующая вещь, которую я хочу побаловать. Владельцев 3000 и 4000 серий, и, понятно, там, будущих серий, у которых более крутые там ядра, тензорные, все такое, видеокарты. В общем, 3000, владельцы 3000 и 4000 серий могут воспользоваться, замечать такую штуку, как UDNN. Это библиотеки, которые для глубоких нейросетей разработаны компанией NVIDIA. То есть пока AMD там чешется для своих RDo, он даже вообще никак не комментирует ситуацию, NVIDIA уже, имея даже уже готовое решение, и впереди могут вообще дать фору спокойно AMD и Intel, да, но они, наоборот, заняты, работают, они видят, что люди не просто работают на их картах, они видят, что большой интерес к Stable Diffusion и к Learning и Deep Learning. Соответственно, придумали библиотеки, которые ускоряют работу. Лично в моем случае, вот у меня Aorus 4080 Master, в моем случае ускорение работы происходит в два раза, ребят, в два раза. Все, что вам нужно, это подобрать те библиотеки, которые вам нужны, которые будут работать. Я думаю, с команды Старкова вы знакомы, знаете, как устанавливаются скрипты. Вам нахер ничего не надо, вам этот сайт не нужен. Я, конечно же, для вас сделал сам распаковочный архив, который сам все это распакует, положит, куда нужно. Что вам нужно? Вам нужно вот что. Если вы, еще раз говорю, владелец видеокарты NVIDIA 3000 серии или 4000, что вы делаете? Просто берете, прям под этим видео, можете перейти в Telegram или в Discord и забрать, потому что под этим видео будет закрепление. И опять же, YouTube не дает закреплять, поэтому вы не выебываете, просто топаете в Discord или Telegram и забираете экзешник, сам распаковочный. Называется он QDNN. Делаете просто в этой папке у себя двойной клик и ждете, пока установится эта библиотека. После установки этих библиотек вы увидите небольшое окно и сразу же уведомление, что QDNN успешно применен. Окей. Все, этот QDNN у вас удалится, если нужно будет опять скачать, скачали там в Discord или там себе забэкапьте, но он вам тут уже не нужен, нажали окей и все. Следующий запуск StableDiffusion у вас будет работать, ну, в зависимости от новизны карты. Чем новее карта, тем она будет быстрее работать. То есть любая 3000 серия, она будет точно примерно в два раза и 40-ая серия, 4000 серия точно будет работать в два раза. Сейчас я вам продемонстрирую, вы помните, что я пишу свой экран всегда в 60 FPS, у меня запущен плеер, который меня смотрит в 60 FPS, я сижу в 2K режиме, поэтому у меня в три раза падает производимость, когда я генерирую. Люди, которые удивляются, что у меня так быстро все работает, это, ребята, вы не видели, как у меня работает, когда у меня выключено все. То есть у меня никаких бандикамов, OBS-ов, подплееров, ни демонстрации, ни телеграммы открытые. Если я сейчас реально все закрою, ребята, то она будет очень быстро. Сейчас это будет не быстро. Но с QDNN будет реально быстро. Смотрите, какой я сейчас сделал пример. Просто напишу цифру 3 и стандартный 512 на 512. Пока просто обычную картику, цифру 3. Или давайте какой-нибудь там, не знаю, Nature. Вот. Это у нас получилась третья ваша бывшая девушка. Нажимаем еще раз. 3, это уже не 3, а Nature. И смотрите, какая скорость. Полторы секунды. То есть бац, это вот конкретно моей карте, если кому-то нужно. Выбираю, например, 640 на 840. Сколько мне будет делать Nature на таком разрешении? То есть, как видите, разница вообще не сильно большая. Давайте 768 на 1024 бахнем. Для тех, кто спрашивал, откуда мне эти кнопочки, как это себе забиндить, в Телеграме я дополнительное видео снимаю помимо YouTube, чтобы вы понимали. Как видите, даже 768 на 1024. Пока болтает, даже не успевал, он так быстро делает. И это нам делает QDNN. Спасибо компании NVIDIA, которая для нас бесплатно трудится. Прям реально что только не делали. Они как только уже, еще узнали с декабря все эти. А, еще будет Triton, ребят. NVIDIA, вы не представляете, сколько всего для нас делать. Даже я сейчас выберу Full HD 1920 на 1080. На обычном OLED 22 на 70. Смотрите, как быстро будет сейчас соображать. То есть я только нажал, он уже погнал делать. То есть уже херачит мне природу. На сброшенном CD, как видите, это. То есть вот прямо, ребята, очень быстро. Видюха моя только-только начинает. Вот сейчас слышно, что она сейчас там начинает работать. Вот именно так работают библиотеки глубоких нейросетей. Так что, ребят, пользуйтесь. Я очень рад, что теперь у вас будет еще быстрее генерация. Следующая вещь, о которой я хочу рассказать, это батник, который запускает вам Stable Diffusion. Как видите, у меня здесь одна есть незнакомая вам строка, которую я добавил, которая делает вот что. Хочу поделиться с вами своей командой, которая каждый запуск Stable Diffusion сносит нахер весь мусор, который есть в Stable Diffusion. Все временные библиотеки, все всякие торчи, херорчи. Все то, что у вас качается во время работы со Stable Diffusion, или что-то там обновляется, вся эта шушера поломанная, и не поломанная, и старая, и это, вся удаляется. Кто-то может спросить, секундочку, то есть он просто чистит кэш, да? Да, очень много всего кэшировано. А он мои картинки не будет трогать? Нет. А фотографии не будет трогать? Нет. А точно? Да. А то, что вот нет, он удаляет только мусор и кэш. Я вот понял один раз, да, то, что когда орешь матом, люди лучше понимают, вот, но все равно пока не идеально. Я не знаю, надо, может, громче говорить. Здесь еще раз. Один раз говорю, вот все. Второй раз я просто не отвечаю на вопрос. Эта команда позволяет вам избавиться от того мусора, который вам нигде не пригодится, вы даже знать о нем не знаете, но точно приходите в Discord или на Boost, где-то у меня там в личке спрашиваете о том, что хачтура у меня папка разрослась, и опять за 2 недели опять у меня 50 гигов. Эта команда, которую вы видите сейчас на экране, можете спокойно также взять в Telegram или Discord, потому что YouTube все спецсимволы убивает, оттуда берете, копируете себе в батник именно сюда, где я показываю, то есть перед сеттерами. Видите все эти сеттеры, вот прям перед ними какой-нибудь воткните вот эту строку, и все, каждый сапс с Требл и Фьюжн будет вычищать все говно, весь мусор, который у вас валяется, и вы больше не будете переживать, что он у нас постоянно забивается. Все, ребят, очень просто. И последняя вещь, о которой я сегодня хочу рассказать, это Intricate Details, ребят. Intricate Details очень сильный токен, который позволяет повысить какие-то рюшечки, физогогольники, венделяй, хохламу и прочие вот эти вот радости, но вы очень часто, я замечаю, не прям вот все люди, но очень часто люди делают избыток. Причем избыток, ребят, явно вы такой не планируете делать, потому что я очень часто встречаю копипасту. Итак, ребят, о чем я говорю? Я напишу сейчас такой сценарий. A blonde folk dress, смотрите, блондинка, традиционное национальное какое-то платье, close-up, то есть близко, и говорю Intricate Details. Пускай будет платье детализованное, прям интересно. Сделаем разрешение какое-нибудь, не знаю, 600 на 800, и хочу посмотреть, что я сейчас получу. И вроде все здорово, классно, да? Все, что просил, действительно, какой-то традиционный национальный платье. Но мне кажется, что платье было соткано чуть ли не с паутины, ребят. То есть это уже нездоровая херня. То есть те, кому это нравится, я ничего не говорю, я сейчас не навязываю свой вкус, ни в коем случае. Но объясняю вам то, что такое повышенное значение токена Intricate Details, как 1.5, оно действительно слишком повышено. Поверьте глазу-алмазу, поверьте там, у кого угодно спросите, не знаю, у мамы позвоните там, не знаю, кому-нибудь, из друзей спросите. Это перебор, ребят. Это очень часто. Чтобы это показать и доказать, давайте воспользуемся такой замечательной штукой, как XY Plot, о котором я уже рассказывал в видео про XY Plot. Все прелести XY Plot, о котором можете здесь вот посмотреть, все самые необходимые, я их рассматривал в видео, которое я показал там. Соответственно, я здесь выбираю Search and Replace, то есть выбираю пункт Prompt Search and Replace. И для тех, кто уже в теме, для тех, кто не пропускал видео, они знают, что я сейчас делаю. Так вот, я значение 1.5 сейчас копирую и буду его заменять. Вместо 1.5 я сейчас поставлю 1.25, чтобы пониже было, и просто единицу. Все. Хочу сейчас в три степени накрепить Details. Я полностью убирать не хочу. Я хочу, чтобы были детальки, прям мне нужны вот эти вот всякие сложные детальки, но не так сильно. То есть я хочу 1.5, 1.5 сила и 1. Давайте посмотрим все три варианта, как он. Ребят, я даже вот до сих пор сейчас кручу, у меня такое ощущение, что я как будто это, ничего не записываю. Настолько быстро делаю, что я... А когда я все это выключаю, еще больше офигеваю. Вот так вот работает QDN, спасибо, инведи. Итак, запускаем, уменьшаем хачтуру, убираем в какой-нибудь, не знаю, в далекий угол и смотрим. В данном случае, в первом, мы действительно видим то, что вроде как платье вполне реальное, возможно, что какая-то бабушка потратила около 70 лет, чтобы ниточку за ниточкой, волокно за волокно сплести вот этой колхозинцей этой платьи, чтобы она вот так вот улыбалась в данном случае на 1.25 сил, как видите, Intrica Details, я верю больше. И еще больше я верю просто Intrica Details, просто со степенью 1. Я не говорю, что никогда не надо это ставить, типа никогда не ставь такие высокие значения. Это когда-то нужно. То есть вы делаете там котика-робота, например, как вот я делал, например, вы можете сделать там какие-то часовые механизмы, то есть это допустимо, это нормально, но по большому счету очень часто это не нужно. Давайте даже еще раз сейчас вот сделаем, чтобы был несколько примеров, чтобы вы не подумали, что вот я тут голословно обвиняю людей в том, что они делают избыточные веса. Просто давайте посмотрим. Я надеюсь, весь день, кстати, достаточно возбудить, потому что сегодня в первом случае я вижу тут Details аж полез на глаз, куда-то зачем-то, не знаю зачем. Кстати, как видите, часто даже вот про это забываю говорить, видно, да, что Restorface вообще не нужен часто. Вот здесь вот просто в NPN зашел или еще раз Generate нажал. Здесь деталями все окей, здесь уже намного лучше становится, здесь вообще отлично. Здесь вот где-то есть мелкие детали, но они на отдельных вещах. А не так, как вот здесь. Вроде как все окей, но все равно, ребят, чаще мы видим перебор. Давайте бахнем еще раз, потому что предыдущий прям пример был плохой. Сейчас я вам покажу хороший пример плохой реализации. Вот. Видите, это надо, чтобы мне еще повезло, чтобы плохо вышло. Я просто очень часто вижу такие вот и механизмы, и деталечки какие-то, не знаю, ну где прям, ну очень много. Ну вот опять получается какая-то паутина, видите. Здесь как-то более-менее адекватно, но опять же, все вот эти вот вензеля, вся вот эта вот хохлама, ну прям перебор, ребят. Вот здесь уже как-то больше верю. Я бы даже где-то вот из всех трех этих, я бы на том же сиде прокрутил где-то на 1.2 или 1.18 силы. И тогда я получаю красивый хороший результат. А здесь вот смотрите, были красивые цветочки, да, классные. А здесь венок, он превратил просто в кашу неимоверных каких-то атомов, бозонов, хикса и прочего. То есть, а здесь вот паутина. То есть, ну, понятно, да? Поэтому, ребят, совет такой. Если вы где-то что-то копипастите, или просто прибираете какие-то токены, вам нравится нифига себе, у меня наконец-то получилось сделать классные детали. И теперь я все теперь вижу прям и могу доказать, что я могу как в Миджорне там где-то засрать и фон таким же интригат. Но, ребят, не стоит делать перебор там, где это не стоит делать. Просто обратите внимание, очень часто многие выкладываются такими. Это просто чисто совет для тех, кто спрашивает. Вот. Никому ничего не призываю, там не говорю, что я прям инстинкт на первой станции. Я просто накажу. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.